Привет дорогие друзья и доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Mobile Gameplay и на ваших экранах Mortal Kombat Mobile. Достаточно большое количество моих зрителей просят и спрашивают у меня, где же Mortal Kombat, почему ты не снимаешь Mortal Kombat. Но все дело в том, что как-то достаточно грустно для меня лично и неинтересно записывать ролики по Mortal Kombat, потому что в принципе аккаунт основной, на котором я играю, ничего там сверхъестественного не происходит. И поэтому в связи с этим ролики по Mortal Kombat не выходят, максимум могут выходить обзорные ролики на обновление. А здесь я решил создать новый аккаунт, потому что мне всегда было интересно, чего же можно добиться на новом аккаунте при условии прохождения башни. Вот собственно говоря, этим экспериментом мы и начинаем заниматься. Аккаунт, который вы видите на своих экранах чуть больше суток. Кстати, у меня уже есть первый алмазный персонаж. Это благодаря привязке к консольной версии, за что огромнейшее спасибо одному из моих подписчиков. Надеюсь, он этот ролик будет смотреть и поймет, что эти слова адресовываются именно этому подписчику. А в общем, башню холодной войны я пока что даже первый бой не могу пройти. Но это касается тех, кто только начинает играть. Вы в любом случае пытаетесь играть в этой башне, потому что вне зависимости от того, победите вы раунд или нет, вам все равно выпадают награды. Именно благодаря тому, что я проигрываю в первом же бою башни, мне выпало уже как минимум два редких снаряжения. Это амулет душ и что-то, что-то, что-то еще. В общем, в принципе, в принципе, что еще надо, как говорится. Вы ничего не делаете, вы просто стоите, вы просто проигрываете, а за это вам падают награды. Плюс ко всему, вот это самое золото, которое всех раздражает, кто проходит эту башню, в случае с новичком, аккаунтом новичком, это очень даже актуально. Потому что поначалу золото нужно, а брать его особо неоткуда. И то золото, которое выпадает как раз таки из этой башни, вы можете с пользой потратить на прокачку своих первых персонажей. Вот 2300 монет вообще самое то. Я коплю сейчас монеты, открываю серебряные наборы и, собственно говоря, вот таким способом продвигаюсь. В понедельник, а то и завтра, когда закончится первый сезон Войны Фракций, именно для этого аккаунта, у меня уже появится первый золотой персонаж из Испытания, на минуточку. Паки я пока не открывал, потому что, ну, на данный момент я могу позволить себе открыть пак за 300 душ, там, где персонажи из Испытаний. Но, а где гарантия, что мне там не выпадет какая-нибудь ядовитая Девора, понимаете? Поэтому паки я пока не открываю. Плюс ко всему, я все же надеюсь, что к разработчикам придет здравый смысл и хотя бы под Новый год нам выкинут какие-нибудь интересные паки, возможно, даже со скидками. В общем, я рассчитываю на скидки и пока просто коплю души. Вот за полтора суток, если есть такое выражение, я накопил, как вы видите, 302 души. И это безусловие того, что я не просматривал вот эти бесплатные рекламные ролики. Я просто забыл о существовании этой возможности. В общем, кто не знает, опять же, в главном меню есть вверху раздел «Бесплатные души». Там можно посмотреть 5 роликов в день, 30 секунд буквально, и за каждый из этих роликов вам дадут по 5 душ. То есть каждый день как минимум по 25 душ от ничего не деланья вы можете зарабатывать. Я считаю, что это достаточно прилично. Ну, а здесь мы продолжаем проигрывать и получать за это, собственно говоря, награды. Башню Шаокана я тоже постепенно прохожу. Сейчас мы отправимся проходить башню Шаокана, потому что там, в принципе, мне пока что по силам прохождение этой башни. Как жаль, ничего приличного на ролик не выпало. Поэтому, ну а что уж там? Проходить башню это же хорошо. А знаете почему? Потому что благодаря прохождению башни Шаокана вы можете прокачивать деревья талантов, персонажей. И, собственно говоря, получать самый нужный, как по мне, самый важный, как по мне, талант в Mortal Kombat Mobile, а именно бессмертие. Ну, временное, конечно. Но, как показывает практика, этот даже временный эффект бессмертия иногда очень может помочь зарешать исход той или иной битвы. Но Джейд, конечно, красотка. Вы знаете, когда только мне сказали, что мой аккаунт все же привязан, и я заходил в игру, мне было очень интересно посмотреть, кто же мне выпадет. Потому что я считаю, что, конечно, из трех возможных персонажей, которые могут выпасть за привязку аккаунта, а это Джейд МК-11, Скорпион МК-11 и Рейден МК-11. Я не знаю, вы можете, конечно, меня забросать там, как всегда, как я говорю, гнилыми помидорами, но, как по мне, самый топовый персонаж из этой троицы, это как раз-таки Джейд. Кто-то считает, что самый топовый персонаж Скорпион, но, слава богу, что мне не выпал Рейден. Потому что я думаю, ну, кто угодно, Джейд, Скорпион, и то, и то будет замечательно, и то, и то будет интересно. Ну, хоть бы не Рейден. Потому что этот персонаж из данной троицы, я имею в виду Рейдена, он, конечно, ну, самый слабенький. Как ни крути. Хоть его там и бафали, перед тем, как он стал алмазным, но, все же, конечно, если выбирать между этих трех персонажей, среди этих трех персонажей даже, я бы сказал, то, безусловно, здесь либо Скорпион, либо Джейд. Лично для меня Джейд самый топчик. А еще, конечно, раздобыть бы ее именное снаряжение, и тогда вообще все было бы хорошо. Посмотрите, вот как бы всего лишь блокбрейкер, и все, и этого персонажа уже остановить нельзя. И никто вообще ничегошеньки сделать не сможет. Но, а, конечно, то, что у меня в самом начале игры уже есть алмазная карта, это, конечно, очень круто. Благодаря Джейд я могу себе позволить проходить жесткие битвы в Войне Фракций. Кстати, вот когда только появился новый режим Войне Фракций, Выживший, да, и остались старые Войны Фракции, я думаю, ну и зачем эти Войны Фракции, кто будет в них играть, если есть режим Выживший? Ну, лично я после того, как появился режим Выживший, просто в Войне Фракций перестал играть, потому что я просто не вижу в этом смысла никакого. А теперь вижу, потому что Войны Фракции, слава богу, что оставили вот для таких новых аккаунтов, как вот, которые вы сейчас видите. Потому что в режиме Выживший я еще очень слабенький, чтобы играть в нем, а вот просто в Войнах Фракции вообще за милую душу. Собственно говоря, благодаря просто Войнам Фракций и набивается основной рейтинг, и я продвигаюсь в рейтинге общекомандном, общезачетном, я бы сказал, Войны Фракций. Как-то так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Джонни Кейдж, ты немножко не в ту весовую категорию попал. Немножечко. Так, тут я, конечно, рассчитывал на блокбрейкер, но я думаю, и без этого все получится куда более лучше, чем если бы у меня просто были бы серебряные персонажи. Вот если бы не было привязки, конечно, на данном этапе у меня присутствовали бы только лишь серебряные персонажи. И все. И больше никого. Ни одного золотого персонажа у меня бы не было. Но, возможно, он бы появился в понедельник после того, как я прошел бы, точнее, получил бы награды за сезон Войны Фракций. Надеюсь, что меня не скинут с занимаемого, занимаемого мной ранга. Вот. Боец один. Всего лишь боец один. И это уже дает нам право на то, чтобы получить... Где это вот? На то, чтобы получить награду. А в награде у нас, как вы видите, есть уже один золотой персонаж. Даже если это не будет смок, да кто угодно мне выпадет, и уже будет круто. А, в общем, вот такой новый аккаунт завел. Мне интересно играть на новом аккаунте, потому что на старом аккаунте, в общем-то, ну, грубо говоря, все есть. Алмазные персонажи из паков мне как не выпадали, так и не выпадают. Единственное, что я, конечно, все же жду появления набора с шансунгом за души. Потому что уже два раза были предложения с этим набором, но постоянно платные. Вообще, конечно, это грабеж. В мобильном приложении покупать персонажа за реальные деньги, причем он получается дороже, чем... Ну, допустим, недавно выходил скин-пак в консольной версии Mortal Kombat. Скиношные скины, да, с киношной озвучкой. И этот пак стоит дешевле, чем вероятность выпадения шансунга в мобильном Mortal Kombat. Ну, грабеж чистой воды. А, в общем, вот такой видосик, такой легкий, достаточно непринужденный. Надеюсь, он вам понравился. И те, кто ждали на моем канале Mortal Kombat Mobile, наконец-то удовлетворены. А если он вам зашел, этот ролик дайте мне обязательно знать в комментариях. Я буду продолжать записывать. И вот такие дневники, чего же можно добиться в Mortal Kombat Mobile с помощью аккаунта новичка, будут выходить на моем канале. Все, пока, дорогие друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Субтитры сделал DimaTorzok